Вы готовы? Народ, всем привет! Это очередной осенний блог, с вами Максим Тищенко, Лёха, и это MT Crew канал. Вот и вышла серия, полностью посвященная восстановлению двойки из пепла. И серия поделена на несколько пунктов, о которых мы хотели бы рассказать, примерно от А до Я до того момента, насколько двойка сейчас сделана. Что мертву умереть не может. Первоступенчатая восстановление, машина, которая у тебя просто сгнила всяких херам, и её нужно как-то зафиксировать, нужно... Сварить в таби. Да? Всё. Не, на самом деле очень круто получилось, делали же лестницу. Ну, у нас в боксе. И купили не тот материал. А, так это ладно, да? Пригодилось. Да, и я такой посидел на доме, говорю, а зачем что-то покупать? Я могу типа использовать эти штуки, чтобы сварить. И вот мне как раз хватило длины, и я вот решил сделать вот так. Сделал его разборный, чтобы можно было его разобрать, чтобы он не просто одна большая конструкция, лежала там посередине бокса, и всё время мешал, и спотакались там или ещё что-то. Вот, сварил закладные, сделал вот эту самую скручивающуюся конструкцию, и, соответственно, сделал отдельные штуки под вертель, чтобы можно было прикрутить, и это не стапель, а вертель. А фигаг срезал основные, да, основные конструкции под стапель, и прикрутил их, и всё, и у тебя пошёл на песок. В моём понимании, песочница, типа, перед покраской стоит всё старое, покрасьте? Ну, нет, вообще песок перед покраской использовать вообще, в принципе, не очень хорошая затея, потому что, во-первых, он забивает вас всякие щели, и когда начинаешь красить, и он просто там, когда пулик идёт, он же с давлением воздуха, и этот воздух дунет в какую-нибудь дырочку, и у тебя весь песок вылетит, и прямо на свежую краску. Вот, то есть вообще, в принципе, нежелательно перед покраской использовать песок, лучше использовать соду, вот, и содить тачку перед именно покраской. А так как у нас тачка очень старая, и есть у неё там швы всякие загермеченные, вот, с завода или не с завода, или ещё кто-то там герметил кисточкой, не кисточкой, всякие мавили, и с этой дрянью вообще нереально что-либо приварить к железу, поэтому нужно сначала всё от песка строить, чтобы всё, металл был чистый, было к чему приваривать, и сразу было видно очаги инфекции, грубо говоря, ржавчины, вот, и, соответственно, их вырезаешь, и всё, и начинаешь собирать новую машину. Вторым этапом после песка я сварил кондуктор под все жизненно важные органы этого автомобиля. Подрамник, да, у нас передние усы, где крепятся донжероны, потом, соответственно, пороги все зафиксировал, чтобы машина не расползлась, вот, и зафиксировал задний целиком подрамник вместе с лонжеронами, ну, чтобы точки не свалили, и геометрия машины никуда не уехала, я сначала сварил кондуктор, и, соответственно, начал с морды, потому что нужно было бы вырезать всё равно полностью днище, а так как передние лонжероны крепятся к днищу, и чтобы их не отсверливать, я прямо вот так вот сейчас убил, как для простоты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Затем, после того, как я им отпилил морду, соответственно, нужно было отсверлить все заводские точки от лонжеронов задних, чтобы оставить их на месте и, соответственно, отодрать вот этот кусок, который оставался. Отсверлил усилители, отсверлил от лонжеронов и очень долго парился по поводу того, кто там ремонтировал до этого, потому что было там приварено какой-то ерунды, и вот сложно переделывать зря людьми, которые не понимают, что они делают. И, соответственно, когда уже была сварка, была сварка чужая, был чужой. И, соответственно, очень долго с этим ебут. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Народ спрашивал, почему, типа, здесь голубые крылья. Это не крылья, просто чуваки до нас под капотку выкрасили в голубой цвет. Такой он был достаточно прикольный, но вот поэтому, типа, это все осталось голубым, а сама тачка была оранжевая, то есть, ничего страшного. Я застываю, улыбаюсь уже секунд 30. Может, это из двойки сделаем ламборгини универсал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Че, не понял, что ли? У нас все, Ригит. Я говорю, у меня тут уроки кинематографиста, потому что Никита ушел монтировать, а я приехал снимать. Ну, что-то его отправил. Ну, мне аж тоже надо учиться. Пороги буду менять после того, как зафиксируют среднюю стойку, переднюю стойку к полу. Ну, да, к полу. Ну, и, соответственно, к усилителю. Соответственно, соберу инжироны передние. Зафиксирую этот самый передний мотощит новый и потом уже пойду по наружке менять. Короче, трэш. Ты мне дашь чем пильнуть? Пильнуть тебе? Нет. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Это слишком ответственное мероприятие. Не, аккуратненько по контуру. Я не могу тебе позволить испортить. Что испортить? То, что вы уже давно испортили? Реакция Лехи, когда Никитос купил за тридцатку репликационные ковши. Слушай, мне кажется, круче всех живет Никитос в нашей команде. Не, ну он второй по счету. Ну, ладно, я первый. Так что выйдет? Не буду приведняться. Не знаю, я считаю, что... Не знаю, на что себе двигатель купить. Короче, я считаю, что покупать реплику Брайда в Жигу... Ну, чисто мое мнение, мне кажется, какой-то холхоз. Ну, типа Брайд, блин. Ну, не знаю. Ну, может, Никитос просто хочет такого лютого же ДМ-стиля? Выглядят они прикольно, но я считаю, что, мне кажется, лучше были бы стишные субыки и просто их как-нибудь перешить на эту сумму. Ну, это история Никитоса, и это вариант Никитоса, поэтому мы будем делать по-другому. Вот вам три тачки с тремя разными стилями и подходом. Третий не будет. Будет, будет. Не будет. Чему, четвертый тогда не будет? Или третий не будет? Никакой не будет. Опа, быстро лянусь. Это как? Ну, никто бы так не заморачивался. Ну, это понятно. Заплаточки мы поставили, поехал бы дальше. Да, где? Герой напрочь. Да? О, видишь, все сгнишь. Надо искать все лютин. Да? Да, так вот где его найти, блин? Ну, ты так говорил, на все запчасти, которые мы не могли найти, в итоге нашел все. Самый прикол в том, что я его видел в продаже, и теперь не могу науки. Он, ну, типа, может, объявление всталит. Короче, народ, вы за эту серию, наверное, в понедельник увидите. Если у вас есть вот такой вот усилитель от ВАЗ-2102. Да неважно, у вас 2102 или 07, это одинаковый усилитель. А, да? Короче, если у вас есть здесь такой усилитель, срочно пишите нам. Да. Только свежий, не гнилой, желательно новый. Ну, новый. Бэушный-то не нужен. Я и этот восстановлю, если уж на крайне. Пока не выйти. Так, и что дальше? Дальше, дальше работаем. И я сейчас стою на лестнице, и у нас тут вообще ремонт полным ходом. Да. Лёха в полном шоке. Руководство. Он уже больше не может это терпеть, но нам нужно успеть до конца декабря все это доделать, потому что холод, куча тачек, невозможные условия для работы, и парни тут просто сходят с ума. Ну, а если мы бы не делали сейчас этот ремонт, парни бы тут просто замерзли к хренам, и условия для работы были бы не лучше. Машина в крайне ужасающем состоянии. И не спешите писать эти вопросы, типа, зачем её восстанавливать, чуваки, потому что на машину потрачена уже достаточно большая сумма денег, и потратить сейчас ещё там, я не знаю, за двойку, вот прям в идеале, чтобы она была, наверное, без гнили, без всего. Она будет стоить, мне кажется, не меньше 400 тысяч рублей. На заводские оригинальные запчасти на все у нас вышло 50 тысяч рублей, плюс мы имеем двойку ровную с документами, и имеем, как бы, лучшего механика, который всё это сделает за зарплату. И мне не придётся тратить ещё 400 тысяч рублей на двойку, которая после соревнований, не знаю, через год, через два, через три, придёт примерно в около такое же состояние, и как бы нет смысла эту машину сдавать в утиле, нет смысла. Покупаешь что-то новое. Так как никакого экшена у нас здесь не может происходить, весь экшен это просто возня с машинами, которые в боксе, потому что ещё народ пишет, что, типа, чувак, у тебя 5 тачек, почему нет никакого валилова? Да, окей, четвёрка стоит вон там вот со столковым мотором 1.3, без всех запчастей, потому что ничего не приехало. 1.3 у меня. Ладно, 1.5. Двойка стоит разобранная, 36-я разобранная на каркасе, М5 на покраске сломанная. Ну, окей, есть М3, но на М3 уже давно сезон закончился, поэтому весь экшен, это вот весь наш бокс, это весь ремонт, это переделка всех тачек, поэтому, чуваки, вот. Либо если вам нравится, вы остаётесь, поддерживайте нас лайками, репостите видосы. Если вам что-то не нравится, вы можете просто отписаться, я не обижусь, и не нужно писать там какую-то хуйню в комментариях, мы как бы адекватно это перенесём. Я считаю, что у меня достаточно взрослая аудитория, как ни крути, среди всех моих подписчиков, и кому-то будет полезно и интересно посмотреть, с какими проблемами, с какими трудностями мы столкнулись в перевосстановлении вот этого вот рыжого ведра. Кстати, название ему «Искра», и это она. Я Лёхе, наверное, на протяжении недели промывал мозги, что Лёха, я хочу что-нибудь сам попилить в тачке, и он мне звонит, «Макс, приезжай, типа, задние крылья твои». Я такой, «Е-е-е-е». Я прокатил, и я никогда в жизни вообще не держал. Важный ответственный момент в постройке моей тачки, я буду резать крылья. По контуру Лёхе, я очень этого боюсь, но я думаю, что у меня всё получится, я в себя верю. Мне никогда подобным этим не занимался. Не повторяйте это дома, это опасно для жизни, и выполняйте это всё в защитных масках, перчатках, всём, чём только можно. Да я верю, что я ещё кайфанул, распилив эту старушку. Перчатки, перчатки, по-да-бест, Механ, пилда крылья в мире, Максим Тищенко, АК Биг Босс. Сейчас буду пилить. Братан, дай вид, сейчас буду пилить. Буду пилить. Пока я только чуть-чуть подсолюровал. Страшно, пиздец. Не загореть. Иначе бой максимально будет тачен, если я загорюсь. Это крайне увлекательно. Мне кажется, я тут теперь буду каждый день. Чем я больше говорю, тем больше он стучит. Короче, удовольствие я реально и получил, я не знаю, давно так не кайфовал, как от распиливания вот этого всего. Железа, конечно, учиться, учиться, учиться делать, это круто, я не знаю, там, с закрытыми глазами, с одним глазом, если ты делаешь это без маски. Если ты делал это без маски, то уже с одним глазом. Поэтому кайфово, пробуйте, я желаю всем, если вы как-то связаны с тачками или когда-нибудь хотели попилить, или типа как я, просто там башляйте за все это, не знаю, придите к своим друзьям в сервис, скажите, чуваки, дайте мне болгарку, я хочу попилить свое ведро. И отвечаю, вы получите правоохранительное ощущение, и я обязательно еще что-нибудь здесь распылю, попробую варить. Но, наверное, не здесь, а на чем-нибудь все-таки другом, потому что если здесь что-то хреново сварить, оно потом может толкнуть. Вот и подошла эта техническая серия подвойки к концу, если вы обладатель такого же гнилого железа, как у меня, приезжайте весной, платите бабки, мы вам восстановим. Нет, за бабки, за большие бабки, за очень большие бабки, за очень большие бабки. Сделаем тачку, но не будем сейчас говорить, чтобы в конце, ближе к концу зимы, когда закончится эта тачка, не хотелось бы в конце зимы, потому что надо еще на ней выехать, не на это рассчитываю. Все-таки. Ну, типа, ловил, видите, всю возрод... Может, ее не искр, а фениксом назвать? Что? Ну, типа, феникс из пепла возродился. Почему? Ну. История такая. Короче, народ, пишите в комментариях, что круче, феникс или искра. Или яйцо, или яйцо, и подписывайтесь на Леху, в таком случае. Короче, я лично за феникс, а парня, ну, за искр, пусть он нас... Яйцо. Не знаю, мне вот просто в голову пришло, и я думаю... Так она же будет, как яичко. Белая, что ли? Ну, можно их белую покрасить. Нет, она будет такая... Нет, ну она же будет яичко. Горящее оранжевое. Будет вообще сочный цвет, однозначно. Не знаю, мне, а я за феникс. Это будет круто, сто пудло. Феникс просто. Работы очень много, прям крайне много работы. Я не знаю, сколько здесь месяцев еще на это понадобится, но я надеюсь, что на ней получится выскочить. Леха вообще свалил из кадра, поэтому финальную часть буду записывать и один. В общем, народ, я очередной раз вас прошу поставить лайк или же дизлайк, если вам понравилось или не понравилось эта серия. Мы очень сильно для вас стараемся. На канале осталось буквально 3000 человек. Это будет первая сотка. Это будет наш первый большой юбилей, чему я просто несказанно рад. Это прям охренительно круто. У вас уже почти реально 100 тысяч человек. Я надеюсь, что до Нового года мы выполним весь этот план. И будет вообще все, мы все знаем, крайне круто. И я не знаю, но мне кажется, эта серия все-таки заслуживает лайка, подписки. И можно поделиться этой серией с друзьями в ВКонтакте или же поделиться на Ютубе. В общем, распространяйте видео, если оно вам понравилось. С вами был Максим Тищенко, команда MT Crew. Всем пока-пока. Или же наоборот понравилось. Я надеюсь, что это первый вариант. Леха там что-то шумит. Нет? Без этого? Я надеюсь, что потом пойдет все намного быстрее. Феникс, феникс. Мне прям очень... Ты же сказал феникс. Ты же сказал феникс.